всем привет с вами станислав магазин гироскутер shop и на нашем канале очередная новинка в данном случае мы с вами будем обозревать обновленную версию fatbike от компании minaco f10 pro и в этом видео мы с вами потестируем по зажигаем посмотрим на что он способен и самое главное в чем изменения поехали ну что встречаем minaco f10 pro на нашем канале эта новинка поэтому сейчас мы с вами поговорим что здесь изменилось на что он способен обязательно разберем посмотрим какой контроллер так что не переключайтесь у нас компания minaco сейчас обновила вообще весь свой практически модельный ряд в том числе и f11 есть модели она с более низкой рамой сейчас вы на экране видите фотографию на данный момент к сожалению сейчас ее нет наличия но ближайшие дни ближайшие недели у нас будет ее поставка ожидаем ставьте колокольчик будет обзор и тест-драйв на него в том числе и так давайте перейдем к этой модели впервые minaco f10 выпустила такую модель с литыми дисками всегда в основном даже не в основном всегда это были спицы только спицы сейчас они как говорится вносит какое-то разнообразие в данном случае вы видите на обода то есть диски литье стоит на экране вы видите соответственно как выглядят спицы в нашем магазине есть и та модель и другая по цене литье она немножко подороже более актуальные цены на момент просмотра вы можете внизу видите по посылке под этим видео как спицы так и литье с точки зрения выбора какое да то есть для кого литье для кого спицы об этом мы поговорим чуть позже а сейчас мы перейдем к основным параметрам данного электровелосипеда фэтбайка ну что задняя редукторная система стандартная надежная неприхотливая редукторная система 500 ваттный моторка не мотор а редуктор 500 ваттный как заявляет производитель опять же гравировку на с вами идет 240 ватт так что можете смело передвигаться и кататься на данном устройстве тяговитость данного фэтбайка заслуживает просто отдельного лайка дальше видео все это сами увидите наглядно сердце данного устройства это конечно же аккумулятора аккумулятор у нас с вами находится вот здесь он на с вами быстро съемный как снимается уже не буду потому что показывать предыдущих видео все прекрасно видели здесь питание отключается ключом повернули вот эту блокировку мы с вами сняли подняли вытащили обратно также засунули все элементарно и просто итак аккумулятор у нас с вами идет 48 вольт на 12 ампер часов по заявлению производителя максимальный пробег на данном устройстве составит до 50 55 километров и скорость максимально до 50 километров но опять же как много раз я рассказывала в своих видео о том что как влияет и что влияет на скорость пробег на одном заряде это конечно же вес райдера манера езды и погодные условия когда сейчас погода прекрасная солнечная все сезон начался литий он будет работать на максимальных своих возможностях но когда у нас с вами 10 градусов и ниже литий он он сжимается конечно же емкость аккумулятора будет меньше но и опять же вес райдере манера езды и так аккумуляторы у нас повторюсь старый добрый надежный литий-ионные элементы по заявлению производителя насколько у меня есть информация это те же самые 18 650 элементы то есть принципе здесь ничего такого сверх естественно но и его нету давайте перейдем на подвеску подвеска здесь отдельного внимания заслужит она по моему мнению очень хороший хорошо отрабатывает данном случае у нас подвеска не воздушно-масляная просто идет масляная с регулировкой и блокировкой то есть смотрите с правой стороны у нас с вами есть возможности и блокирования то есть я сблокировал все ход него практически нету и открыли ход великолепный ну а с левой стороны изначально я подумал что здесь стоит такой же как на тройке но здесь у нас с вами идет настройка регулировки на натяжение пружины то есть у нас здесь же внутри стоят в гильзи самой пружина и здесь мы можем регулировать и и и настраивать подвеска отлично отрабатывается великолепно задней подвески как не было так и нету но принципе на него она такой необходимости сильные нету за счет на пневматических надувных камерных колес колес здесь у нас с вами двадцатки стоят такие же остались 20 на 4 за счет чего у вас будет более плавная комфортная езда плюс ко всему амортизационная сидушка который также придает вам комфорт езды все отлично кстати давайте с вами поговорим сейчас в моменте таком наверно многие сейчас ждут в чем изменение изменения с данном случае от предыдущей модификации начнем самого основного и самого интересного конечно что что нас тормоза и у нас с вами изменились они стали не механически как раньше были а гидравлические не просто гидравлик какая-то да а стоит точно такая же как на велосипедах импульс если вы помните на наших на нашем канале мы делали обзоры тест-драйва на фэдбайки от компании с у куба импульс и здесь вот точно такие же они стоят великолепные тормоза которые заслужили свое внимание и заслужили свое место скажем так да в педестал среди гидравлической системы торможения потому что по ним нареканий обратной связи негативные я ни от кого не получал из точки зрения визуального эффекта мне кажется прям выглядит очень круто а что думаете вы оставьте пожалуйста комментарии по системе управления по системе управления у нас с вами здесь без особых изменений блок управления включаем питание удерживаем все включился здесь 5 скоростей стандартно все также здесь мы видим с вами с цветной дисплей который видно и солнечные погодные условия как вы сейчас видите на экране тоже в темную прекрасно то есть заряд спидометр режимы скоростей и одометр пробег с левой стороны блок управления света стандартно поворотники сигнал сигнал слабенький конечно но с одной стороны знаете он такой не сильно яркие выражены чтобы не раздражал пеших пешеходов когда вы будете кататься по пешей зоне и опять же кстати очень удобно что данный велосипед подходит универсально как и по пешей зоне вы можете передвигаться парковой зоне кататься спокойно также на дорогах общего пользования можете выезжать право правая полоса крайняя и динамики его будет достаточно для того чтобы какие-то делать обгоны конечно же там 100 километров не разгоняется но тем не менее под капотом у него достаточно хорошая тяга а ну и с правой стороны мы здесь с вами видим здесь кстати держать телефон он в комплекте не идет но мы для наших клиентов для всех делаем подарок его так что не забывайте система управления обычных скоростей такая же шимановская как и стоит на всех моделях 7 скоростей и газ мотоциклетного формата стандартный удобный по мне очень очень даже комфортный преимущество данного велосипеда то что регулируется руль по высоте сидение по высоте то есть принципе любому человеку даже подростку и взрослому человеку там с ростовкой там за два метра и выше будет комфортно на данном футбайке передвигаться поэтому здесь я считаю что предусмотрены все моменты ну и конечно немаловажный фактор это то что он хоть сейчас визуально увидите он большой но при этом он компактный потому что он складной у нее складывается как рулевая часть так и полностью футбайк дальше видео я вам покажу как это все выглядит с точки зрения посадки она достаточно комфортно том числе как и слазить с него да то есть как и мужчинам так и женщинам то есть если слезли да там вам ничего здесь не мешает комфортно посадка достаточно удобно поэтому можно передвигаться еще одно обновление от предыдущей модификации багажник на f10 он также был в первом модификации но при этом он был достаточно такой хлипковатого конструктива была обратная связь также от клиентов да и мы сами сами присаживались на него и чувствовал что конечно был он вроде и багажники есть но при этом как-то знаете если вспомнить салюты велосипеды такие раньше были да то есть на него садишься и такие тонкие алюминиевые были да а потом на каких-то модификациях я просто помню были были у нас еще плотные такие сильные мощные стальные вот сейчас вот она как раз такая мощная сильная и при этом усиленная усиленный багажник то есть если какой-то взрослый даже человек захочет присесть на багажник надежно можно ехать вперед он вытянет спокойно без каких-либо последствий с точки зрения комфорта и компактности компактность данного велосипеда и легкости тоже заслужит отдельного внимания достаточно подъемный не могу сказать что он какой-то дискомфорт потому что алюминиевая рама кстати более технические подробные технические характеристики вы сейчас можете видеть на экране нажмите пожалуйста паузу и детально ознакомиться с габаритами с весом и параметрами данного электрофэтбайка ну что вот мы с вами переместились магазин сейчас вскрыли крышку контроллера посмотрим как он у нас здесь уложен как проводка и сам контроллер какой ампераж здесь видим всю проводку проводка в принципе уложен достаточно неплохо хотя здесь есть не заизолирована скажем так в намотку провода но тем не менее здесь все равно она не то что не заизолирована в термоусадку не уложены но здесь смотрите на соединениях на фишках все залито то есть выпадать что-то не будет здесь кстати тоже очень хорошо закрыта и самое главное контроллер контроллер у нас с вами идет на 20 ампер часов то есть двадцатка принципе нормально производство февраль 23 года прям свежайшие что касаемо гидроизоляция здесь если мы с вами обратить внимание здесь у нас все залито достаточно компактно все хорошо здесь у нас тоже термоусадки все но при этом конечно есть вероятность того что конденсат тот же самый поэтому рекомендую сделать гидрозарядку нам обращайтесь мы все сделаем зальем компактам все обработаем все сделаем на высшем уровне кстати да еще такой очень важный момент здесь когда крышку скрывали здесь никакой прокладки нету поэтому с точки зрения попадания влаги опять же сюда из колеса все лететь по вам будет как раз именно сюда то есть попасть сюда влаги воде очень достаточно вероятность большая и повторюсь никакой прокладки резиновой здесь ничего нету просто металлическая крышка все четыре болта три болта закрутили все что хотелось бы также обратить ваше внимание на то что крылья у нас с вами если вы помните на первых модификациях у нас стояли алюминиевые крылья сейчас стоят пластиковые для кого-то это плюс для кого-то это минус дам сугубо свою обратную связь когда при транспортировке с фабрики с китая в россию приходят эти велосипеды они конечно приходят в разобранном виде крылья сняты и достаточно часто бывало к сожалению большому что были царапины либо вмятины на данных крыльях но это было неприятно сейчас в пластиковых историях такого нету и самое немаловажное фактор что они достаточно хорошо закрывает колесо на экране вы сейчас видите что здесь у нас с вами колесо полностью практически закрывается даже есть такой небольшой такое получается у нас с вами отгиб для того чтобы как как можно сказать брызговичок да что на вас ничего не летело но при этом все равно то то есть я бы здесь конечно может быть удлинил бы чуть-чуть может какой-то брызговичок сделал но тем не менее крыло достаточно неплохое заднее крыло у вас с вами тоже и и с изгибом таким закрывающим Но при этом видно даже под углом, вот сейчас на экране, вы видите, я думаю, что вот у нас с вами идет покрышка, вот она, да, а вот где крыло заканчивается. Соответственно, назад вам лететь, попадать, вероятность есть грязи либо пыли, для заднего пассажира это 100% оно есть. Ну, соответственно, багажник у нас с зажимом идет в комплекте, стандартно. Система торможения, как и сказал, гидравлика, при этом обратите внимание на тормозные диски, диски стоят 160, ну просто таких мощных я, наверное, мало где встречал, наверное, на двух или на трех только моделей. Обратите внимание на калипер, то есть какой он стоит большой, мощный и колодки. Колодки у него стоят хорошие, достаточно объемные, и с точки зрения, даже если посмотреть сейчас по, не, по посадке, кстати, они неравномерно стоят, то есть притирание колодок будет неравномерным. Но при этом тормоза отрабатывают хорошо. Дам вам обратную связь, для кого подойдет данный фэтбайк, где на нем можно кататься. Данный велосипед подходит, в принципе, для любой категории людей, от подростков и выше, в том числе для пожилого, категория пожилых людей в том числе. Поставлен на первую скорость, потихонечку едет и тянет, отрабатывает замечательно. Можно ездить на нем как в городских условиях, в парковых зонах, где-то загородная история, это дачная, это может быть в каких-то закрытых территориях кому-то нужно перемещение. Очень хорошо подойдет для охранных предприятий, если какие-то большие есть территории, где нужно патрулировать, тоже очень хорошо будет и удобно, потому что какие-то вещи и ручной уклад, если вы на даче, например, кстати, катаетесь или в магазин съесть, сюда можно поставить в корзинку пакет с покупками. По мне, очень удобно. Здесь мы с вами видим, что 7 скоростей, то есть 7 звезд, передняя звезда одна, то есть с точки зрения можно делать у нас гибридную историю. То есть захотели позаниматься спортом, покрутили педали, захотели кататься на электротяге, нажали газ, поехали. Ну что, давайте с вами посмотрим, как работает система Ассистент. Я так предполагаю, что здесь он у нас будет работать с первой скоростью. Сейчас я отключу, не буду жать газ, а просто покручу педали. Да, он сразу с первой пошел, сейчас вторая, то же самое. Ну, в принципе, все скорости, ассистент пас есть, то есть... Сейчас я сиденье повыше подниму, потому что мне с этой посадкой неудобно. Во, теперь нормально. Давайте отключим питание и посмотрим просто на холостом ходу, как он крутится. Даю сразу обратную связь. С места начинает тянуть великолепно. Это вот та же самая история, как суккуба, когда вот обзор снимал, вы помните. А кто не помнит, можете по ссылке внизу посмотреть на нашем канале. То есть, если даже человек, который будет приобретать данный велосипед, пожилой, там, в возрасте, да, то есть ему не будет составлять какой-то, создаваться дискомфорт при кручении педалей, удобность, посадка. Опять же, да, то есть когда я вот сейчас выпрямляю ноги, видите, да, то есть у меня нет напряжения на коленке, мне комфорта, в отличие от Minaco Fox, который я обозревал ранее, если вы помните. Там, конечно, посадка неудобная была, поэтому здесь вообще отлично. Прям 5 из 5. Сейчас попробуем съехать с лечебной площадки пролета, посмотрим, как он едет и насколько комфортно на нем, как отрабатывает подвеска. Ну, поехали, заедем. Отлично справился с задачей, даю обратную связь по комфорту, комфорт было, в принципе, 10 комфорта я не получил, мне было комфортно как при спуске, так и при заезде, не даже когда я заезжал, то ли на втором, то ли третьем пролете, я притормозил, газ сбросил, чтобы посмотреть, как с места он будет брать. Ну и, соответственно, он вытянул меня все равно, то есть практически с места, и я пошел великолепно. Давайте попробуем сейчас с места вообще просто вплотную к бордиру подъехать и посмотреть, как он будет тянуть. Угол поворота, давайте посмотрим с вами, тоже угол поворота великолепный, ограничений как таковых здесь я не вижу, то есть вы видите, что можно его разворачивать очень хорошо и будет справляться с задачей. Вы знаете, кстати, сейчас из той серии, когда ты, вот я сейчас еду на велосипеде, и мне ничто не создает дискомфорта, это сейчас не идет реклама какая-то там минака, проплаченная, я просто сугубо, опять же, друзья, даю вам обратную связь. Очень удобная посадка руля, очень удобная по мне, комфортное сидение, все регулируется по высоте, то есть я себя настроил, как мне нужно, я еду, наслаждаюсь, я чувствую, нет у меня напряжения ни в спине, не затекают руки, руки, соответственно, небольшой угол у меня есть, соответственно, мне напряжение не создает никакой эта езда на данном фэтбайке. Я считаю, что это, наверное, одна из самых удачных моделей среди фэтбайков, и поэтому однозначно рекомендую вас, вам обратить внимание на нее, и при желании приобрести, приезжайте к нам в магазин на тест-драйв, пока что на данный момент они в наличии есть, но очень быстро заканчиваются. Тормоза отрабатывают великолепно. Ну что, хотелось бы, как и вы просили, дам вам обратную связь касаемо литье, либо спицы. Опять же, сугубо мое мнение, кому как, вы смотрите сами. По мне, конечно же, с точки зрения визуального эффекта диски, они, конечно, на первом месте стоят. Это, безусловно, визуально они смотрятся красиво, черные, на черном лите, это прям топчик. Но, опять же, давайте вернемся, чтобы техника была не только красивая, но и практичная. Практичность, конечно же, это все-таки будет приоритет этой спицы, потому что, если мы с вами ездим на каких-то неровностях, каких-то ям попали или еще что-то, то, соответственно, есть вероятность повреждения обода, то есть на спицах в процентах 80-90 случаев можно отремонтировать и, соответственно, дальше кататься на вашем велосипеде. Здесь ободная система, литье, здесь модульная замена, то есть отремонтировать практически это будет невозможно. То есть здесь сняли, выбросили, новый ставить. То есть что получается у нас с вами? У нас с вами получается лишнее затраченное денежных средств с вашей стороны, головная боль, дискомфорт. Конечно же, компания Minaco, она старается максимально держать остатки, в том числе и запчастей, но сами прекрасно понимаете, когда запчасти, они бывают, что-то и заканчиваются, но, тем не менее, вот такая обратная связь для вас. А тут, конечно, выбирайте, что вам больше по душе. Безусловно, сколько людей, столько и мнений, и каждого свои вкусы и предпочтения. Ну, а сейчас я попробую его разобрать, сложить, чтобы вам продемонстрировать, насколько данный велосипед очень компактный и мобильный для транспортировки. Чтобы разобрать, что мы с вами сейчас делаем, мы с вами сейчас рулевую часть опустим, здесь у нас красная такая кнопочка есть, на нее нажимаем, оттягиваем ограничитель, убираем, опускаем руль. Здесь у нас с вами фиксатор, ничего страшного, проходите, конечно. Здесь у нас с вами штекер блокировки. Убрали, сложили велосипед и поставили все. То есть, смотрите, что мы с вами видим. Как из мопеда превратился в компактный, мобильный, транспортировочный для транспортабельности, скажем так, велосипед. То есть, любой багажник, практически данный велосипед, любого багажника автомобиля, он подойдет, зайдет, и вы можете путешествовать, ездить в другие города, в парке, не знаю, куда хотите, вместе с вашим новым электродругом. Кстати, здесь у нас с вами даже, как и на компании Minaco, как и на предыдущих, есть подножка такая, чтобы не ставить на звездочку и не повредить ее. Все это предусмотрено. Ну и, соответственно, чтобы его разложить, мы с вами его раскладываем, фиксируем обратно, ставим на подножку, ставим рулевую часть, фиксируем. Все, готов к движению. Как вы видели на своем экране, что одному человеку это легко можно осуществить, собрать, разложить его и сложить. В принципе, все достаточно удобно и комфортно. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с фэтбайком F10 Pro, обновленной модификацией компании Minaco. Мне данный фэтбайк зашел, я ставлю ему 5, пятерку из 5 возможных. Что думаете вы? Оставьте, пожалуйста, ваши комментарии. А с вами был Станислав. Всем желаю удачи, приглашаю на тест-драйв. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok